Сейчас практически все маятся от мысли, как найти себя, что мое и так далее. И делают это таким драматическим образом. Встревают в одно дело, в другое дело, в пятое, пробуют это, пробуют, бросают. И нигде нет того, чтобы их абсолютно устроило. Как же в этом случае быть? Ответ будет парадоксальным. Именно так и нужно действовать. Потому что нужно пробовать о том, кто такие вы и как найти самого себя. Это вопрос то, что срезонирует с вами в той деятельности, которой вы занимаетесь. Другое дело, что сразу вы не получите полного резонанса. Вы сразу ни в одной деятельности не будете ощущать себя просто на 100%. Но в каждой деятельности, в которой вы пробуете, вы должны находить что-то, что вам созвучно. И тогда после каждого такого опыта, после каждой такой практики, вы будете обретать разные элементы, частички самих себя. Понимаете, я когда занимался психотерапией, я пробовал самые разные техники. И психоанализ, и гештальтерапию, и любое гуманистическое направление поведенческое, когнитивно-поведенческое и так далее. И в каждом из них я искал что-то, что я чувствовал, что мне созвучно, что мне органично и так далее. И когда я создавал уже системную поведенческую психотерапию, я создал такую систему, в рамках которой это прямо моя плоть и кровь. Я понимаю в ней все, я чувствую в ней все и так далее. То есть я сначала собирал себя по частям, а потом себя, собственно говоря, как психотерапевта уже заполучил. Так что поиск себя – это не целого себя. Вы, как бы, соберите все краски, а потом нарисуйте свою картину и найдете место, в котором вы действительно сможете реализоваться на все сто. Субтитры создавал DimaTorzok